здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор который вы просили а сейчас в казахстане идет очень громкий судебный процесс по громкому делу где значит бешимбаев это бывший министр в общем очень уважаемый человек в казахстане в прошлом я так понимаю он до смерти забил свою жену и сейчас вся общественность внимательно наблюдает за этим судебным процессом его транслирует в прямом эфире и мы видим как он но подсудимый активно ведет защиту ну там много адвокатов с одной и с другой стороны в общем очень громкий судебный процесс и самое главное что заставило меня включиться в это все ну что называется вставить свои пять копеек это то что многие встали на его сторону и я решила разобрать почему это происходит казалось бы все на поверхности забил до смерти женщину да это вообще ни в какие ворота не лезет но и там много разных социальных проблем которые казахи сейчас поднимают на этой почве но почему многие становятся на его сторону и даже что далеко ходить одна из моих приятельниц мне тоже написала и стала его защищать причем я просто была поражена и решила ну разобраться вообще ситуации да и я посмотрела внимательно как он рассказывает о том как происходило дело в эту ночь когда произошло это самое убийство ну давайте вместе с вами разбираться и начнем давайте с фрагмента как его адвокат выступает и внимательно давайте пронаблюдаем за взаимодействием подсудимого и адвоката вот здесь вот я считаю зарыто очень важное рациональное зерно вот внимательно особенно смотрите все кто встал на его сторону потому что вот здесь вот за такой тишью скрыта очень серьезная информация которую я бы хотела чтобы вы поняли и так я включаю фрагмент скажите пожалуйста в какую часть вашего лица она попала в кину вас сотовый телефон iphone 14 как я отреагировали на данную ситуацию она попала под глазу тому появился потом синий значит речь идет о том значит инциденте который вот сейчас ну заранее рассказал подсудимый когда его супруга ну это за какое-то время до собой до того как он ее убил бросила в порыве гнева в него iphone 14 и тем самым повредила ему что-то на лице у него как бы был там синяк или что-то такое но не важно важно другое ну обратите внимание как адвокат чувствует себя очень неуверенно и этому есть причина значит говорит очень тихо неуверенно ему не хватает воздуха для того чтобы громко говорить да он наклоняется он наклонился но не потому что даже к микрофону а потому что он наклонился услужливо тут даже больше прослеживается именно это он вжал голову и поднял плечи то есть он весь как сказать он очень занят тем чтобы от отработать то что ему нужно отработать кроме того читает по бумаге ну во первых для того чтобы ничего не забыть а во вторых бумага это такой знаете жест манипулятор вы замечали что когда вот например вы оказываетесь в лифте с незнакомыми людьми вы стараетесь от них немного как-то абстрагироваться до поставить какую-то скажем какой-то барьер и чаще всего этим барьером становится телефон да мы сразу как бы нам срочно нужно разобраться что там в телефоне и так далее вот это и есть жест манипулятор когда мы стараемся успокоить свою нервную систему и обращаемся к каким-то дополнительным предметом чтобы переключиться на них так вот я вижу что адвокат очень сильно волнуется сейчас вы поймете почему нанесение вот по вашему выступлению был видите он кашляет ему очень сложно выдавливать из себя слова съежился отряхнул с себя понятно нанесение телесные повреждения подсудимым потерпевший вызвано как защитная реакция на издевательстве тяжких оскорблений со стороны потерпевших в адрес подсудимого а также длительными систематическими психотравмирующими ситуациями возникшими в результате поведения потерпевших в этой связи видите он говорит все тише тише потом совсем сдувается потом набирает немножко воздуха и громче старается то есть адвокат очень сильно волнуется скажите пожалуйста имелись ли факты издевательства тяжких оскорблений со стороны потерпевший ваш адрес смотрите здесь подсудимый поднимает челюсть да вот то есть адвокат зачитал информацию которую подсудимый хотел чтобы услышали присяжные до что он якобы подвергался какому-то абьюзу со стороны своей бывшей жены да и вот это было зачитано причем зачитано было очень скомканно неуверенно но была зачитана факт произошел да то есть до общественности это было донесено и подсудимый поднимает челюсть то есть он нанес свой удар да дальше слушаем после показания саму каких именно показаний уточните пожалуйста потому что она он все время говорил что она довела до такой ситуации что было именно произошло данное событие этой связи задаю вопрос видите здесь адвокат как школьник который не выучил урок очень неуверенно отвечает и пытается вот оправдать вообще то что он эту тему затронул и вы поймете почему можете ответить да или нет если да тогда прошу более-менее развернуто разъяснить так ваш вопрос все-таки непонятен когда при каких обстоятельствах что вы вообще имеете ввиду этого с вас вопрос такой абстрактный непонятный по объему обвинения давайте еще раз уточню что объем обвинения всем определен 340 40 статью уголовно-процессуального кодекса вы все приказы знаете будучи юристами квалифицированными пожалуйста в объеме обвинения по показаниям подсудимого можете задавать объеме извинения уважаем можно я отвечу на ваш вопрос я понял адвокат продолжает блеять и это не удивительно то что он блеет и чувствует себя очень неуверенно теперь я объясняю что произошло адвокат под давлением подсудимого произносит то что в общем-то адвокат который имеет определенный опыт и естественно учился на адвоката он понимает что это несущественно это сейчас вообще никак не должно рассматриваться и вот в таком виде она вообще ну как бы неуместно здесь и ну то есть вообще вот он понимает что нет никакой перспективы того что он сейчас проговорил но он это сделал потому что он очень сильно боится подсудимого он ставит на получается ставит на кон свою репутацию как адвоката то есть он абсолютно непрофессионально сейчас себя ведет заявляя такие вещи и задавая такие вопросы подсудимому здесь кукловод именно подсудимый причем очень жесткой жесткий кукловод и он поставил адвокатов такие рамки что адвокат не боится даже потерять свою репутацию небо не боится ну скажем вообще опозориться да как профессионалу но адвокат это делает знаете я тоже ну вот у меня был опыт судов и когда у меня тоже какие-то эмоциональные ну вот я хотела суду заявить какие-то эмоциональные вещи до которые для меня оказались очень важными но когда я говорила своему адвокату мне адвокат отвечал что это говорить сейчас не надо ну то есть когда адвокат руководит процессом это значит что адвокат авторитет в суде да а когда подсудимый начинает рулить процессом это уже говорит о том что подсудимый да я понимаю что он платит деньги и он имеет имеет право настаивать на каких-то процессуальных каких-то делах да со стороны адвоката но любой адвокат обладает каким-то авторитетом над своим доверителем да но здесь получается все таки что доверитель намного выше по каким-то принципам да и здесь вот прям на лицо то что адвокат очень сильно боится этого человека казалось бы чего тут бояться да он же ну допустим адвокат он знает свое дело он всегда должен уметь осаживать да ну если это не в тему тем более такой громкий процесс тем более здесь позориться так позориться да ну вот любой уважающий себя адвокат он бы настоял на своем он бы объяснил но здесь получается так что с этим человеком невозможно или по каким-то причинам не не договора способен человек или что что-то сдерживает адвоката настолько что он готов ставить вот под удар свою репутацию но он не готов противостоять хотелкам своего доверителя и вот это вот очень важный момент который я хотела бы чтобы вы поняли поняли да что многие из вас действительно прониклись какой белый добрый пушистый да и как он терпел все это время но имейте в виду что за этой тишью которую он вам показывает там скрыт очень страшный человек и я вам это в процессе ну вот в процессе разбора мы с вами поймем много несоответствий мы увидим вот это все где он путается в показаниях где он говорит явно неправду где он что-то скрывает вот это все четко видно по его и невербалику и и потому что он говорит как он говорит но вот этот пример с адвокатом я когда посмотрела это просто испанский стыд ну это просто вообще явно адвокаты не выпускники какого-то вуза адвокаты с хорошим опытом и здесь вот скрипку играет именно подсудимый я своих показаниях давал когда выступал на прошлом заседании я говорил о том что двадцатого и девятого салтанат переходила границы начинала оскорблять не сравнивать меня со своими бывшими отношениями и так далее я говорил это и во время следствия на 7 страничном рукописном кстати это не мой почерк смотрите бедный адвокат расслабился успокоился такой вздох облегчение смотрите вот вот он вздох облегчение что наконец-то подсудимый взял слово и сам уже что-то говорит и хотя бы не нужно больше позориться следователь записывал с моих слов я об этом говорил да она для нее оскорблять человека это вот она даже не понимала что на это ну что она делает это эмоционально очень становилась холодный смотрите как хорошо поставлена речь как он хорошо как он жестикулирует ну его просто заслушаться можно да вот сравнить даже с адвокатом у которого опыт и все такое да а здесь он начал говорить и вот его хочется слушать он так мягко красиво говорит и это действительно обволакивает это успокаивает это заставляет этому человеку верить и вот это тоже очень такой важный показатель который действительно перри ну скажем так с помощью вот этой вот мягкой речи красивой речи что он так вот рассказывает это все он действительно часть людей перетягивает на свою сторону таким образом не подпадайте под это обаяние это обаяние психопата я вам в конце дам признаки психопатов и вы сами посчитаете ну вот насколько он соответствует этому всему там вот прям четкая таблица которая измеряет уровень психопатии и мы с вами это в конце сделаем адано значит следующий фрагмент что ну вообще он рассказывает и вот его слушаешь и думаешь боже мой какой мужчина как как много он терпел давайте послушаем как много он терпел в этот вечер как долго он терпел самое главное давайте посмотрим зашел внутрь гастроцентра и вот здесь у меня уже началось ну я стал агрессировать то есть началось все на концерте там в семь вечера начался концерт но там какое-то время они не ссорились может быть но вот начиная где-то с 8 вечера до над у них началась ссора и по тому как он рассказывает он вообще на нее руку не поднимал она все это время истерила как сумасшедшая и предъявляла ему разные претензии а он все ходил и успокаивал и говорил ну давай ну проспись там поехали домой ну то есть вот все такое вот прям белая пушистая замечательная и просто вот слушаешь его и думаешь боже мой какая истеричка рядом с ним жила и вот уже он рассказывает это все было в течение двух часов да и это все я не буду вставлять просто вот когда он как бы уже там уже под утро они сначала пошли в ресторане посидели потом пошли в машину думали ехать потом из машины вернулись на лифте приехали и вот только тогда он взорвался вот давайте смотреть по его словам и видите вот очень важный такой момент вот вот это вот сжимание губ и челюсть вперед то есть при всем при том что он так мягко красиво говорит в некоторых моментах когда он говорил об агрессии да и когда он вспоминал когда он там взрывался у него вот это вот сжимание губ было по-разному с облизыванием губ с продвижением через но по-разному но в любом случае он сжимал губы и вот это вот я так понимаю что у него это как раз иллюстратор того что он взорвался вот это вот агрессия у него вышла в этот момент давайте смотреть она была у она меня дождалась в лифта и мы вместе поднимались уже на лифте с первого этажа на второй этаж в ресторан и вот все это время она молчала не произнесла ни звука не да они нет ни стона не мне плохо не мне хорошо да вот все это время она молчала и тут друг я понимаю что она не что я не мог найти тут я понимаю что она на самом деле говорит мне кстати насчет молчала все это время он рассказывая эту ситуацию он как раз говорил о том что она не молчала она ему предъявляла а он терпел и он как раз вот пытался помириться да и она ему все предъявляла в течение там шести часов или сколько-то на она ему вот прям вываливала все 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 на него а тут он говорит она молчала то есть это первое противоречие которое ну как-то странно звучит дальше и это опять было оскорбление она мне крикнула в спину и вот уходил она мне крикнул спин да я так хотела и матершины и слова то есть она ему все это время предъявляла а он не взрывался но потом когда она помолчала какое-то время или или все-таки она молчала и она сказала да я так хотела и что в этом оскорбительного ну вот получается несоответствие да она его оскорбляла 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 в течение шести часов он терпел а потом вот как вот сейчас он говорит что она молчала а потом она только сказала что я этого хотела и вот это его взорвало но здесь полное несоответствие понимаете либо ну вот что его взорвало вот эта фраза она не обидно и а то что вот он в течение шести часов тогда чего он терпел вот вот это вот конечно же несоответствие называет не обидную фразу как толчок для того чтобы взорваться понимаете и все и у меня вот меня честно говоря злость меня я развернулся и вот эти слова да это хотела я подошел к ней схватил ее за волосы дал ей 4 пощечины сильных след 2 с левой руки 2 с правой руки она в какой-то минута коснул видимо упала невидимо упала она упала я разозлён игры вставят опять не мог понять да мое состояние было такое она сейчас она специально это делает или она действительно выдавили плохо час тридцать когда я проснулся я в этот синяк стал еще больше на левой стороне я честно говоря расстроился понимал что не знаю как придется как-то потом салтой объясняться чего это я сам не мог понять откуда он взялся потому что я не наносила и ударов не кулаками не ногами поле по по голове или по каким-то вот такими дают по каким-то таким частям тела вы видите прямое противоречие сначала рассказывает о том что он разозлился на какую-то простую фразу и ударил ее четыре раза по лицу два раза с левой два раза с правой да а потом говорит я не наносил ей ударов я очень удивился я расстроился как мне потом ей объяснять то есть вы видите что человек абсолютно ну путается в показаниях и и это прям четко четко он сам вот в течение вот этого всего рассказа говорит абсолютно противоположные вещи при этом он очень культурно выражается вот что знаете очень сильно подкупает он такой интеллигентный используют такие слова да он расстроился он огорчился он он такой вообще интеллигентный человек вы знаете он мне очень напоминает помните в яралаше когда такой интеллигентный мальчик приходит собачка и говорит а моя собачка писается она неадекватно реагирует на мои команды и когда его просят продемонстрировать и он открывает рот и начинает орать сидеть да вот вот здесь та же самая история вот понимаете пересмотреть этот яралаш ну просто один в один и и вот здесь вот такой вот ну путается абсолютно в показаниях почему он это делает потому что действительно там если рассказать всю правду то это будет чудовищно все и он старается перед присяжными выбелить себя до старается показать себя таким благородным но благородным абсолютно не является не попадайте на его уловки не попадайте на его вот эти вот хитрости кстати у него там в этом в космограмме я посмотрела он очень хорошо умеет запудрить мозги и я вам кстати это покажу в конце тоже да сейчас вспомнила просто его космограмму и там четкое указание на то что человек прекрасно умеет пудрить мозги вот такие люди когда вам встречаются будьте с ними осторожнее надо теперь вот вы заметили вот когда сжимает губы да когда он рассказывал и вот на этой не вообще фраза вообще ничего не значащая да я так хотела и что и и это стоит того чтобы ее так лупасить да так вот вот на этой фразе он как раз вот сжал губы да когда он разозлился вот по поводу сжимания губ давайте посмотрим на каких моментах это происходило и каждый раз что это значило по дороге мы шли я говорю ну какой-то диалог я пытался построить их пытался и остановить его успокойся возьми себя пожалуйста в руки ну вот зачем ты такую эскалацию да но она не слушала и вот очень быстрым шагом мы шли смотрите во первых закрывает закрывает подбородок да вот сдерживает какие-то фразы но естественно ему там много чего надо сдерживать ну я как как я сказала если он расскажет всю правду то мы у нас волосы дыбом встанут он старается перед нами показать себя хорошим поэтому вот здесь вот и вот это поджим либо поджимания либо закрывает подбородок до подбородок это наша говорили и когда сюда какие-то манипуляторы происходит когда мы это все пытаемся закрыть то это для чего-то для того чтобы сдержать свою говорили для того чтобы меньше сказать лишнего вот я слушал все ее упреки и претензии и так далее так далее сжимает губы облизывает сжатые губы и не просто молча слушал если честно у меня было ощущение я думаю пусть вы говорите и успокоиться я думаю сейчас она говорит я не спорил я не возражал и просто ну пусть выскажется уже все что хочет пусть выскажет и может быть этот ей станет легче и мы с ней ужас я смогу убедить что не надо уходить не надо горячку пороть я не помню она вызвала такси или она попросила вызвать такси персонал ресторан смотрите сжимает губы скачал ведь все я уже верну хорошо ладно я вышел на я вышел прошел к лифту она проследовала за мной вышла спустя какое-то время игры уже время там 22 час чем-то там был и поехали либо домой уже давай определимся ты либо домой поехали либо куда ты хотела там приехать давай вызовем такси ты же стояла и и не принимал никакого решения видите сжимает опять губы вот здесь видимо бы был элемент агрессии какой-то момент опять и вот этот один и тот же разговор у нас если честно был пас ваша честь что с этого начался вот уже такой более острая фаза конфликтами что вот эти ее слова когда она мне начала задевать этим вот я начал раздражаться зачем ты такое говоришь и что ты вообще несешь причем тут подарки или что я тебе подарил или что купил и при чем тут вообще это я говорю я хочу чтобы ты не уходил и чтобы мы не ругались они это на вывод у нее началось она села в машину и вот здесь был еще элемент агрессии с его стороны она не собиралась уходить я уже говорил что какое-то время я эмоционирована наблюдала как я бросал вещи не знаю тоже эту я был в смущении да не уже объясняю что не мог понять и что на самом деле происходит когда наверно то есть он говорит очень такие вещи да ну интеллигентные такой он бедный терпила вообще в этих отношениях и телефонами она в него бросалась и истерила она в течение шести часов а он бедняжка все пытался помириться да но при этом сквозь этот весь рассказ он поджимает губы действительно это признак того что он сжимает сжимает себя и сдерживает агрессию и агрессия все равно идет из него до идет и вот это вот сигнал что он все-таки многое умалчивает про себя и давайте дальше смотреть вообще меня удивила вот эта вот история про туалет я вообще просто в его рассказе да где у него истеричка жена которая начала истерить почему-то вообще без причины он видите ли он перед кем-то там опозорил перед подружкой и она начала истерить просто течение шести часов она истерила да и в какой-то момент он ей предложил давайте посмотрим я просто знаете вот это не укладывается вообще у меня в мозгах вот объясните может вы те кто поддерживает особенно его да кто подпал под его чары объясните мне пожалуйста как вот этот фрагмент можно объяснить вот сейчас давайте посмотрим и попытаемся логично это все вот сопоставить да и поставить себя в первую очередь на место кого-то из участников да было бы это уместно или нет вот с точки зрения людей участвующих в этом все какой-то нет она перешла на крик там были маляры смотрите еще один интересный жест он использует когда ему надо сдержать вот как сдержать то что он говорит информацию до которую он выдает сдержать свои аппетиты он как бы собирает рот и вот это очень важный показатель потому что вот здесь здесь что-то тоже спрятано вот он говорит что они сидели в вип-зале а в основном зале шел ремонт и там были маляры и они слышали как они ругаются и в этом же вип-зале был туалет и он предложил ей чтобы эти маляры не слышали перейти в туалет но я вот но если верить его словам что с ним была такая вот истеричка которая истерила в течение 6 часов да и вы представьте подойти подойти к этой истерички и сказать слушай ты не можешь потише или пойдем в туалете покричишь да сейчас вам вот поставьте себя на место женщины которая кричит ну во-первых кричать в течение 6 часов без каких-то поддерживающих факторов невозможно потому что просто тупо устанешь да во вторых если ты кричишь что ты хочешь чтоб тебя максимальное количество людей услышала да но это вот я поставила себя на место как бы истерички да вот которую он пытается описать назначить здесь тоже не вяжется в третьих а чё я должна идти в туалет до чтобы меня не услышали отчетом вообще я в ресторане сижу и я буду идти в туалет чтоб меня кто-то не услышал в конце концов я громкость могу сделать потише но остаться на диване нормальном да за столом и самое тупое что вообще вот дальше произошло давайте смотреть не видимо если ты хочешь кричать пошли вот зайдем в туалет там туалет внутри вип-зал находится я говорю и тогда нас не будет слышно и в этом люди в зале игры если прям хочется ссориться с криками то давай туда зайдем и будешь можешь кричать и в какой-то момент сотна от начала эскалировать и говорить на повышенных тонах по сути кричать и чтобы маляры не слышали так как мы видели их там работающих другом зале игры если ты хочешь кричать давай перейдем в туалет там тебя не будет слышно и просто неудобно люди там соседнем зале то есть я очень сильно сомневаюсь что истеричка без сопротивления пошла в туалет вообще вот вот если даже верить ему ну вот давайте в абсурд поиграем да вот представьте что она действительно вот как он описывает да и он такой ну давай может перейдем в туалет и да но это это абсурд это глупость это это вообще то что но не входит ни в какие вообще объяснения да это это бред на дальше они не знают мы мы перешли в туалет я получается смотрите перешли в туалет и он дважды сжимает рот вот здесь вот перешли в туалет явно очень болезненно для потерпевшей здесь вот был было очень сильное насилие причем но вот он прям здесь не не поскупился на на какие-то методы воздействия то есть здесь вот как раз он даже вспоминая он дважды сжимает рот на то есть вот здесь вот много много всего вышло туалет ну почему сели на пол и дальше это вообще просто бред полный давайте вернемся к той версии которую он нам хочет внушить что она была истеричка да она кричала в течение 6 часов и вот она согласилась перейти в туалет и сесть на пол после vip зала дивана да где удобно и там действительно и маляры пусть слушают вот если я например вот кричу да если я психую то я пойду в туалет сидеть на полу да и и вы сказал и тихонечко на ушко высказывать да это полный бред да ну и вообще на полу в туалете сидеть в каком-то заведении я вообще не знаю как это как такое возможно не знаю может у них принято так может это как-то в этой не в культуре нет у них в семье принято ходить вот в рестораны и там сидеть в туалете на полу ну я например когда хожу в общественные места этом вообще как-то стараюсь минимально дотрагиваться до чего-то а уж садиться на пол в туалете господи это я не знаю напишите мне свое мнение может я слишком брезгливая я я не знаю но я бы такого точно не я бы на это точно не пошла даже в нормальном состоянии и я бы просто сказала ну ладно хорошо я буду тише говорить но либо если бы я действительно была вот на взводе да и мне бы сказали пойдем сядем на пол в туалете я бы сказала эти сам садись ну то есть здесь совершенно не вяжется картинка до того что он нам рисует и того что на самом деле могло происходить до этого просто не могло быть либо знаете как собчак говорит либо крестик с ними либо трусы надень да тут тут третьего не дано тут либо ты истеричка либо ты тебя избили до до посинения да и бросили там в туалете вот вот только в этом случае да я допускаю такую версию потому что но но просто вот на каждом этапе который он рассказывает это просто нереально для человека в минимально себя уважающего а я посмотрела девочка нормальная красивая умная она кстати астрологией занималась и вообще что 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 ее могло заставить пойти и сесть в туалет в момент когда она доказывает свою точку зрения не я не представляю себе я абсолютно не верю ни единому его слову не здесь вот но говорит он это очень красиво очень мягко обволакивающий и вот когда его слушаешь действительно хочется ему верить это я допускаю и поэтому те кто подпадает под его вот это обаяние и шарм пожалуйста прекратите снимите со своих ушей эту лапшу и не верьте ему потому что все что он рассказывает это ложь это неправда там правды один процент только в том что они переместились в туалет а как это сделали явно это было очень больно я был ближе унитаз я где-то наверно в 30 сантиметров от него чуть дальше салфанат мы друг напротив друга так на из поселения я продолжал ее слушать я вернув может теперь там продолжать и она завелась начался такой уже на повышенных тонах разговор честно говоря у меня не надо было спустить пар да я начал а до этого не на повышенных тонах они разговаривали странно очень по-моему они на повышенных тонах что заставило его уйти спрятаться от маляров нет оказывается дальше только на повышенных ну давайте слушать дальше что вип-зале было я начал стулья пинать переворачивай там что-то швырять но я громко кричал но почему все время так почему надо все время вот до такого все довести ли вот обратите внимание она осталась около унитаза он вернулся в этот вип-зал теперь его уже не смущает наличие маляров в соседнем помещении до его уже ничего не смущает он начинает крошить там крушить мебель он начинает пинать там все да он шумит он кричит он он высказывается да это уже можно да а то что она ему там ну как по его словам истерила да надо было переместиться в туалет то есть он ее там оставляет в туалете и сам начинает свое выступление то есть ну совершенно не вяжется вот-вот совершенно не увязывается в логическую цепочку но но абсолютно не дни не капли то есть получается что вот все что он нам сейчас рассказывает это плод его фантазий так не могло бы либо если это было то это совершенно все на намного плачевней страшнее и и чудовищней было чем то что он нам пытается сейчас внушить наверное это минут пять-десять пять наверно у меня длилась вот такая вот она в это время находилась в туалете я присел на диван и продолжил курить сам дальше наверно мы где-то вот так полчаса в разных комнатах провели потом я успокоился вернулся обратно в туалет она вот так же продолжала сидеть прислонившись к стене и голова у нее в стенку она подняла и туда потолок смотрю я убирю салфы давай поднимайся чуть на холодную уже как-то я так остыл я говорю что ты на холодном сидишь вообще вообще это просто чудовище вы понимаете что он рассказывает получается где-то полчаса его не было да она сидела в одной вот позе да и это это его не не смутило да он уже пришел в себя да чуть-чуть и на холодном сидишь заботливый ты наш вот она где заботушка да мы-то думали думали убийца на самом деле заботливый муж это это просто атас но что хочу отметить вот с этим туалетом первое она в истерике предъявляет претензии уже шесть часов но соглашается пойти в туалет поговорить это абсурд второе он стесняется маляров но не стесняется крушить мебель при малярах до 3 он ее пальцем не тронул но она сидела неподвижно на полу полчаса обессилела от чего от того что она орала 6 часов да но тогда если по на орала то она бы не согласилась пойти в туалет если она была в свои своих силах она явно в туалете оказалась не по своей воле дальше обессилела от того что он ее опозорил перед подругами да вот вообще истерику она начала по его версии от от того что он якобы там в прошлом где-то и изменил они там когда расставались он не изменил и вот она ему сейчас стало это предъявлять а сейчас она на концерте получается он ее опозорил и вот за это она и устроила такую чудовищную истерику это просто вообще абсурдище ну 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 не знаю хоть бы версию какую-то придумал более стоящую но но вот из-за этого так истерить шесть часов и сидеть потом вот смотреть в одну точку в течение получаса это это уже ну он описывает прям сильнейшие избиение после которого человек мог потерять сознание да и вот я не знаю что там происходило но там происходило что-то чудовищное страшное что вообще представить себе сложно дальше давайте смотреть но при всем при этом да давайте посмотрим вот он когда собирает рот там тоже интересные моменты давайте это посмотрим у нее какие-то планы были встречи дальше мне надо было у меня свои дела были меня это он описывает тот день который вот с утра они там разошли ну там она по своим делам он по своим и смотрите как он старается умалчивать вот по поводу своих дел вообще человек который старается доказать свою невиновность он бы там рассказал даст какие дела у него были с кем он встречался он бы привел этих людей в качестве свидетелей потому что на каждый каждый свидетель каждая вот каждый каждая частичка вот доказательства она бы работала на него но он делает упор больше на манипуляции и на то чтобы как присяжным показать что она плохая до нежели доказать что я хороший возможно потому что у него нет этих доказательств да но смотрите как он уходит от подробностей вот это тоже очень показательно и это говорит о том что он много скрывает не буду жить в общем мы разъехались я поехал по своим делам дети по своим делам и тише стал говорить вот там там тоже что-то зарыто понимаете какие-то дела которые ее тоже расстроили я не знаю конечно это уже личная жизнь людей и туда лезть не хочется но вот это вот его у меня как у собаки и щейки если я чую что что-то то я это проговариваю давно здесь вот тоже что-то было зарыто какие-то делишки у него были которые касались их отношений но осталось там я где-то подъехал часов в семь я не было несколько встреч потом я заехал нас а встречах он предпочитает умолчать вот этот жест до информацию давай прикроем спорт буквально там на полчаса и вот файе цкз казахстан я моя знакомая вдруг чуть меня увидела подошла поцеловала мне в щеку поздоровались она мне поцеловал щеку и мы дальше прошли гардероб и вот с того момента немножко салта начала так нервничать на спросил меня кто это такая почему она тебя целую чоку я сказал это коллега и так далее так далее не стукну в прошлом коллегу вот вроде мы сидели минут прошло еще но почему бы нам сейчас не сказать кто это подошел да что за коллега и совсем не подходит коллеги так не здороваются во первых коллеги щечку как-то довольно близкая коллега что-то здесь очень сильно явно гулял парень и ну это это в общем-то не преступление ладно это я как бы просто чисто потому что вижу да что забрался а так вообще минут пять после этого диалога и вдруг она вспылила я вот сам чуть не ожидал резко вскочила крикнула мне все если ты не хочешь смотреть я ухожу пошли со мной и резко вышла из зала я чуть-чуть опешил вроде бы уже как бы мы остались я начал смотреть концерт мне казалось что все это исчерпано 10 30 или в 11 я сам позвонил уже другому человеку этому ладно если она сейчас уйдет брату то и я да как бы не буду там сидеть ждать переживать в очередной раз она хочет уйти хорошо пусть это ее выбор да и бы я могу только раз демонстративно позвонил при ней какой-то еще своей там подружки с которой он хотел дальше продолжить то есть какому-то человеку имейте ввиду что это явно была женщина и не то что он не уточняет это потому что он перед нами сейчас рисует образ белого пушистого на самом деле он таковым не был и в процессе этой ссоры он еще и добавлял масло в огонь то есть он при ней специально демонстративно звонил каким-то своим подружайка и договаривался о встрече естественно и и это еще больше это как заводила не знаю в каком она была на тот момент состоянии но его цель была и ее провоцировать да то есть не было цели помириться там еще что-то но это в общем-то их дела да если бы это не закончилось вот этим избиением да и смертью то ну как бы это это в пределах допуска хотя конечно это абьюзивное поведение это понятно и многие из вас женщины девочки терпеть бы такого не стали но кто-то стал бы и это в общем-то как милые бранятся только тешатся но то что он там изображает из себя белого пушистого пожалуйста не надо этому верить он совершенно не белый не пушистый он изо всех сил ее провоцировал да и сейчас он нам много чего не рассказывает и в основном вот эта тема как раз личных вот этих гулянок то есть гулял он по черному вот это точно потому что так много жестов вот на тему человеку позвонил до дела какие-то были там щечку поцеловала ну то есть вот там много-много чего он нам с вами не расскажет но я думаю что следствие все это выявит сговаривать а доставить остаться или что я не могу там я в 10 30 тоже набрал человека спросил где он они сказали что они поехали в такое-то увеселительное заведение я подумал ну хорошо ладно я тогда если она уйдет я присоединюсь к ним какой-то момент мы двинулись сторону моей машины она стояла на припаркована была на улице и вот она пока мы шли здесь она чуть начала у нее риторика меняться да она как-то стала чуть более агрессивнее если до этого она как-то больше рассказывала о своих претензиях и так далее тут она начала вот меня начинала начала меня потихоньку задевать это черный мы идем она мне это чё ты вот начинаешь меня это зачем ты хочешь меня удержать и вы давай поедем либо домой мы поедем да либо давай утра есть разъедемся встанем там и и поедешь куда ты хотела я поеду там да я должен ехать и далее вот она образ поменял это момент опять риторику и начал говорить но я готова вот в другом формате продолжать там поддерживать отношения может быть мы опять разъедемся в общем в общем все запущено все очень сложно и все что он рассказывает это настолько вранье настолько заврался вот знаете и по мелочам и по крупному и масштабно и вообще ну то есть вообще красиво говорит ну говорит все не не то знаете в данном случае вот судя по тому как он все это вообще преподносит нам я делаю вывод что здесь перед нами психопат причем это даже не нарцисс нарцисс еще хоть как-то его можно при его желании как-то вылечить а здесь вот именно речь идет о психопатии и давайте ну с вами вместе пройдемся по тем 20 пунктам которые оценивают степень психопатии в данном случае да значит 20 пунктов по каждому из них ставим от нуля до 2 баллов если нет этого то 0 если есть немного то 1 и если есть в полном объеме то 2 балла и знаете если в общем наберется вот вообще у преступников когда это все проверяли да то где-то от 20 22 баллов это уже вот у преступников обычно бывает психопат в полном объеме это от 30 баллов в общем посчитайте сами вот давайте я вам сейчас проговорю знать первое это болтливости поверхностное обаяние но здесь конечно же мы видим прекрасно но болтливость здесь может быть не болтливость а умение доносить свои мысли красиво да вот он он говорит и его хочется слушать ему хочется верить и почему многие встали на его сторону да потому что у него прекрасно подвешен языку психопатов как раз этот язык прекрасно подвешен значит говорит очень проникновенно создается впечатление что он вообще жертва понимаете это первое по два балла по каждому пункту если точно это есть я бы здесь три поставила да потому что здесь налицо такое красноречие цицерон бы позавидовал дальше чувство собственной важности доминанты ну посмотрите как он фразы до формулирует как он взорвался на фразу которую ну вот которую произнесла жертва да я этого хотела то есть получается что вот для него очень важно его эго да и вот он взорвался от того что его эго взорвался он раньше это понятно просто вот даже нам с вами поведал до что он взорвался от этой фразы которая в общем то человека без чувства собственной важности да и вот этого эго и короны на голове человек бы не взорвался да ты этого хотела но и не вопрос ты этого хотела я этого хотел но как бы если у человека проблемы с самооценкой значит он взрывается в таком случае да но и вот пожалуйста второй пункт третий пункт потребность сверх возбуждение он провоцировал ее ревность и это он сам нам поведал да то есть и сейчас он рассказывая о том что он там кому-то позвонил то есть ему нужны острые ощущения это третий пункт четвертый пункт патологическая лживость но тут все факты он сам опровергает либо они не вяжутся в логику да то есть все что он нам поведал это была ложь от начала и до конца там было ну один процент правды в том что вот они перемещались просто видимо каким образом перемещались то есть он ударил четыре раза ну не бил без мотива перешли в туалет как бы тоже не нелогично он утверждает что она не трезвая еле стояла на ногах но алкоголя вроде в ней не обнаружено но я здесь точно не знаю поправьте меня если это неправда то кричала то молчала то есть вот это вот патологическая ложь она прям вот впереди планеты всей дальше следующий пятый пункт мошенничество манипулирование но манипулирует он на сто процентов это просто блестящий манипулятор причем и в отношениях явно тоже и ревности страх и побои и ну то есть вот то что вскрывается сейчас это все было это все вот именно абьюзивное поведение это было примут это уже прям четко там и в переписках и везде и то есть мы все становимся сейчас свидетелями всего этого абьюза кроме того у него насколько я понимаю криминальное прошлое его там на взятки взяли то есть ну мошенничество тоже не мошенничество это другая статья да но как бы человек склонен к таким вещам да то есть ну сами понимаете очень предприимчивый да дальше следующий шестой пункт отсутствие раскаяния вины но мы все это видим ну как бы я белый пушистый до переваливает на нее всю вину это она его сначала шесть часов на него орала потом же потом вдруг она молчала потом она вдруг сказала что она этого хотела ну то есть это вообще я не виноват виновата во всем она следующая седьмое поверхностность реакции а знаете вот я вспомнила диденко помните вот там еще даже и цветочки были вот вот это ягодки вот сейчас диденко еще куда не шло но но я вспомнила как она обвиняла мужа за то что он не вовремя умер и лишил ее вот она там распланировала для себя какое-то будущее она шла рыдала и говорила вот я же хотела этого а ты а вот он как-то вот взял и умер то есть получается что даже то что он умер для нее не не такая прям проблема как вот разрушение ее будущего но и этот тоже понимаете вот он ее там явно уже избил до до того что она просто уже сидела без сознания до или там ну уже в каком-то измененном состоянии да а он пришел сказал не сиди на холодном то есть вот понимаете это вот для нормального человека это взрыв мозга для психопата это нормально то есть перед нами вот прям по всем параметрам дальше восьмой пункт отсутствие эмпатии но мы с вами прекрасно видим это да с раздражением говорит что половина лица распухла да как же я и буду объяснять да то что ей больно он вообще даже не подумал об этом то есть о им он переживает как я ей потом объясню да ну то есть сначала избил да а потом половина лица распухла как же так следующий девятый пункт паразитический образ жизни ну я не знаю как бы здесь я так близко с ним незнакомо но явно там понимаете тут же вообще любые отношения это два человека да и в принципе вот кстати вот это моя приятельница до которая там вступилась за него и сказала вот она тянула с него деньги да а он в общем вот так вот и и вот знаете если вот человек понимает что с него тянут деньги ну почему бы тогда не прекратить отношения ну два свободных человека да и он и она почему не разойтись с его стороны если там что-то было не так она себя не так вела на ведь не только вот мне не надо только ее обвинять за то что она не ушла от него и как бы здесь два человека не ушли друг от друга поэтому здесь как бы получается непонятно как бы тут смотрите сами конечно но тут каждый понимаете в любых отношениях каждый имеет что-то для себя да если она допустим с него имела деньги то он с нее тоже много чего имел если бы он ничего не имел он бы точно от нее ушел он бы не держался за нее у него было много вариантов он там даже вот про эту историю рассказывая говорит что я позвонил там какой-то подружки да но он не называет это подружкой но это понятно из контекста что это была какая-то подружка да то есть подружек у него было много и если речь шла о том что могла дать любая подружка то он бы с ней вряд ли жил значит она ему что-то тоже давала да так что вот здесь вот не надо говорить что типа она его как-то имела да а он там вот просто бедный страдал ничего подобного так что здесь обоюдка до дальше следующий десятый пункт слабый поведенческий контроль но это понятно вообще вот он нам рассказывает про то что он там изо всех сил держался на самом деле я думаю что ей там прилетела сразу как только они оказались где-то в укромном месте чтобы никто не видел да и он ей сразу показал место да значит следующее 11 отсутствие реалистичных целей на будущее но здесь ничего не могу сказать 12 пункт проблемное поведение в детстве тоже не могу ничего сказать но как правило да вот такие вот люди они из детства как раз вот эти проблемы да когда ему приходится выживать всеми силами да какие то есть факторы которые очень сильно на ребенка давят и он выкручивается да вот вот психопаты они как раз оттуда и появляются ну плюс конечно генетика до дальше 13 пункт беспорядочные половые связи но это явно были тут даже гадалки ходить не надо дальше 14 импульсивность мстительность злопамятство но я думаю что да дальше 15 безответственность здесь не знаю ну так вот глубоко я с ним не работала но на как бы вот 15 пункт такой 16 пункт неспособность нести ответственность за собственные действия но перед нами как раз это все на лицо до убил человека и рассказывает нам сказочку про белого козлика вместо того чтобы просто сказать да там без попутал то и как-то вот смириться нет ну это понятно что любой будет защищать себя но здесь вот конечно изощренным способом нам внушает во первых то что его жена была какая-то прям монстром во плоти да но и все такое поэтому здесь конечно же явно значит 17 пункт неоднократные браки частые да но он сколько раз несколько раз был женат следующая 18 подростковая неадекватное поведение здесь ничего не могу сказать 19 повтор преступления 20 разнообразие преступной деятельности ну то есть всегда готов приступить закон всегда готов где-то что-то схитрить да ну то есть это такая уже модель поведения главное чтобы не нести ни за что ответственность ну то есть сами поставьте там вот баллы всему этому и напишите в комментариях сколько у вас набралось максимум это 40 поэтому больше 40 не пишите хотя конечно по некоторым пунктам хочется поставить не 210 да значит и и буквально пару слов я не буду сильно затягивать по поводу натальной карты вернее космограммы я не знаю их времени рождения но тут один момент хотелось вам показать очень показательный такой очень важный но то что луна на это не обращайте внимание вот эта оппозиция это его натальна вернее космограмма луна может сместиться в течение суток поэтому вот на эту оппозицию мы не смотрим но обращаем внимание вот на эту оппозицию солнце плутон а это знаете когда в человеке борется вот два светила да солнце это хорошая энергия плутон это мощная разрушительная энергия и вот эти два светила это что называется борьба добра со злом они всегда присутствуют в жизни человека как это проявляется это как раз вот признак агрессии возможной агрессии в каких-то вот ситуациях это часто вот как раз абьюзер да вот или там мужчина с такими вот садистскими там наклонностями вот он часто обладатель вот даже не садистских а вот взрывного вот этого темперамента да когда его вдруг переклинивает он вдруг становится вообще без тормозов то вот это вот как раз этот показатель но самое неприятное что ну я не знаю конечно любовь зла полюбишь и козла как говорится да но здесь получается что у нее тот же самый аспект а в женской карте оппозиция солнца с плутоном это как раз заявочка вселенной что мне нужен абьюзер но нет это не так прям я конечно утрирую да но это очень часто попадает вот у женщин которые бессознательно ищут себе вот этих вот деспотов да но смотрите у нее еще даже это все хуже потому что это элементы то у квадрата то есть вот это вот оппозиция это еще цветочки а ягодки в том что вот эта вся конструкция да ну мало того что она притягивает таких мужчин она еще и получается если она не прорабатывает эту ситуацию то ей очень сильно это вот сатурн это еще одна злая планета то есть плутон злая планета да а здесь еще усиливается и сатурном сатурн приходит и наказывает понимаете вот вот у нее прям такая опасная ситуация была ей вообще вот просто от него надо было бежать вот со всех ног ну либо либо прорабатывать эту ситуацию но опять-таки тут осуждать я ее не не хочу и не буду потому что как я уже сказала любовь зла полюбишь и козла вот посмотрите какой он очаровательный какой он да вот кстати я вам обещала сказать что в его карте говорит о том что он умеет красиво вот пудрить мозги умеет красиво завоевывать смотрите вот этот треугольничек зелененький здесь нептун нептун это как раз иллюзии уход от реальности да здесь солнышко это эго и здесь смотрите целая куча планет до юпитер и марс то есть он умеет обаять умеет даже не обаять а умеет завоевать своим своими сказками понимаете он умеет создать такое впечатление что вы просто влюбитесь в него без остатка что называется он умеет попасть в нужное место в нужной ну вот в социуме да благодаря вот этому вот очарованию очарование она основана как раз на иллюзиях он умеет создать иллюзию иллюзию имидж такой знаете это просто как творчество в нем вот такой вот и он вот ну вы видите да даже даже вообще полностью все знают что это он сделал он виноват но часть людей за него топит вот вот понимаете вот это вот как раз и умение еще у него смотрите лилит в шахте то есть это непредсказуемая вот это вот черная энергия воронка энергетическая да вот у него вдруг вот это это не сейчас это вот как раз при жизни с партнерами да он явно в какой-то момент когда ему не хватало энергии он просто брал и своего партнера вот что называется подтягивал да и получал свою энергию вообще непредсказуемо а с ней смотрите какая история получается вот их синастрия и вот ее солнышко да а вот здесь вот с плутоном да с ее плутоном соединение входит уран то есть вот эти все неприятности которые у нее вот по оппозиции они активировались его неожиданными выходками да то есть смотрите какая схема ему он нуждается в энергии до полилит он естественно всегда нуждается в энергии как только ему не хватает этой энергии он приходит и делает что-то такое неожиданное что она взрывается и у нее включается вот этот весь то у квадрат то есть она страдала намного больше она но это просто вообще чудовищно какие отношения да и это не то что моя там приятельница говорит она тянула из него деньги до щас пойти потяните вот так вот деньги когда вот никаких денег не захочется вот при такой комбинации плюс еще здесь у нас это конечно немножко мистическая история но получается что она ему по прошлой жизни полилит немножко под задолжала и но в этой жизни что-то не то да ну ладно это не буду это не буду озвучивать потому что как бы тема не такая лайтовая да знаете вообще конечно чудовищная история страшная история и дай бог чтобы его максимально наказали потому что это чудовище это это страшный человек это это я не знаю я конечно сейчас говорю от себя да по-женски по-человечески и я призываю тех кто за него и как-то вот подпал под его очарование не обольщайтесь вот такие люди они умеют очаровывать да и внушать все что угодно но это страшные люди это чудовищные люди если у вас вашей жизни есть подобные люди да то держитесь от них подальше потому что вот видите сейчас человека нет да на он рассказывает про нее такие вещи да по сути он порочит ее имя у нас у многих из нас складывается впечатление как вот у моей этой приятельницы да что она с него тянула деньги и прочее прочее на самом деле была бы она в ее шкуре и никаких бы денег не понадобилось да вот такая вот грустная история сегодня очень долго ее разбирала но надеюсь вам понравилось но не знаю нет как тут может понравится или не понравится я надеюсь правда восторжествует и он получит максимальное наказание вас прошу поставить лайк этому видео подписаться на канал если вы еще не подписаны если интересно разобраться в ваших отношениях пожалуйста записывайтесь на консультацию можете кстати под видео есть мини курс по астрологии тоже с помощью него тоже можете разобраться в своих отношениях и внимательно вот особенно есть прям знаете такие надо будет мне сделать такой эфир да и показать вот самые опасные моменты в отношениях да и вот вот эта оппозиция солнце плутон она является одной из самых опасных как раз вот когда в отношениях это происходит а там усугубилась еще и ураном в общем атас атас все сложно и ну но такой итог конечно редко у кого бывает да и слава богу ладно на этом я буду закругляться люблю вас всех очень сильно не попадаете в такие ситуации держитесь подальше от психопатов пока пока так где моя мышка